всем привет это канал жизнь с нуля с вами автор и ведущий канала вячеслав давно ничего не записывал сейчас посмотрю идет запись или нет дойдет опять экспромт опять с колена запись работаем на нашей стройке сегодня нам ветерок не дает работать нормально и как все в нашей стране строители дорожники работники все хотим заработать какую-то копеечку а нам то погод не дает то еще чего-нибудь и вот сегодня видел как один из директоров генеральных проезжал на квадроцикле который нашей конторе должен огромный день моим понимание огромный хотелось чтобы у него колесо оторвалось может и думать так нельзя но и все в нашей многострадальной стране к сожалению думают о каком-то правовом государстве каком-то правовом поле который по факту не существует вот работают люди работают а даже свои собственные деньги не могут разобрать приходит какая-то гнида потом к тебе на участок и начинает говорить а вот у тебя там не так сделано а вот не то а вот скорость не и вот слушаешь его понимаешь что он не то чтобы прав но в то же самое время не нет такого чтобы он был не прав сидишь думаешь слушаешь свой учащий желудок и к сожалению ничего в голову не приходит кроме шекспировского проклятия всем вам на оба ваших дома вот все сейчас говорят что мы там россия мы впереди планеты всей мы выпускаем там самолеты танки наши быстро а толку если половина страны у нас сегодня без работы выживает живет на минимуме если раньше я работал и шабашил и мог какую-то копеечку сложить и сегодня я весь долгах весь проблемах зарабатываю вот отдаю долги пытаюсь как-то ситуацию исправить вот и чувствую что с каждым днем все беднее беднее становлюсь и волей-неволей начинаю задумываться о том а нужно ли это все это гребанное государство до толпа безумных чиновников то есть нахер не нужен народ не знаю я вот слушаю того же мальцева и думаю вы ждете в этой революции но результат какой результат кто придет к власти другие распильщики из которых будут понимать что стране трендец и надо дограбить то что не дограбили предыдущие в принципе логика практически всех революций не хочу сказать что вы там плохие пацаны а то сейчас там начнете разразитесь проклятиями каким-нибудь но в то же самое время у меня куча вопросов почему я взрослый мужик имея кучу профессий принципе не глупую голову не могу себе позволить на позволить просто нормальный образ жизни просто нормальный спокойный образ жизни вот этот вопрос не только ну как бы сказать к современным властям но и к тем же кто сегодня хочет во власть к тому же вячеславу мальцеву к тому же навальному к тому же володе путину диме медведеву ребят вы понимаете ну я вот реально реально живя здесь на этой земле я задолбался задолбался не в тех сферах где что-то я делаю а в тех сферах которых я соприкасаюсь так сказать с вами как с представителями государства там оппозиции кого угодно понимаете вы там что-то делаете там что-то осуществляете какие-то грандиозные шаги но вот мы и люди простые как были в жопе так и остались в ней не знаю вот работает сегодня на вот вот человек да не буду снимать потому что ну как чтобы не компрометировать да вот он работает сегодня с риском для жизни с риском для жизни людей которые с ним работают да ему деваться некуда потому что если он остановится ему не будут платить зарплату и выгоняться работа и когда вот этот весь жопушный бардак прекратится я не знаю поэтому я даже не знаю что сказать даже не знаю что сказать и вот я начинаю понимать что я вот я живу этой жизнью да и начинаю вовлекать в эту жизнь такую же жизнь своих детей сейчас сын мой работает со мной я смотрю на это и я переживаю что я именно в эту задницу его же и тащу что я не могу предоставить ему ничего кроме того чем занят сам я вот занимаюсь так тем же фермерским хозяйством да и вот единственное счастье только в нем потому что в случае каких-то экстренных ситуация хотя бы могу сам себя прокормить но заработать нормально я не могу спокойно не могу потому что везде вот такая вот жопа в стране то нет работы то есть работа задерживать зарплату то коммунальные подымается ребят ну когда этот трындец прекратится может конечно у кого-то есть другие рецепты жизни там кто-то мне один раз написал ночью то сидишь в этой дыре при переезжая в москву ребят москве тоже задница я переписывался с одним человеком который мне написал что работает дворником 15 дней работает 15 дома знаете сколько зарплата в москве дворник сейчас стал 19 тысяч и за 19 тысяч человек не живет пол месяца дома а представляете что такое для взрослого человека не жить дома допустим для мужчины да это обязательно будут проблемы в семье восьми случаях из десяти обязательно какие-нибудь проблемы семьи либо с воспитанием детей либо со второй своей половинкой которая не переносит того что там какое-то одиночество и ничего чем-то не кто-то сейчас скажет ой да всем сейчас тяжело ребят всем тяжело я понимаю но вот этот трындец он уже приобретает некий глобальный масштаб поэтому не знаю что сказать не знаю вообще как назвать это видео вот но состояние у меня вот сейчас глядя на все это на все что происходит я вот смотрю допустим на директора там своего да там начальников своих принципе нормальные мужики даже чем-то больше состоявшиеся во многом больше состоявшиеся чем я и они ничего не могут сделать почему потому что выше них с это какие-то идиоты какие-то дебилы на которых им приходится работать и за ту работу которая не выполняет они тоже не могут там свои кровные каким-то образом выбить там и не знаю получить законным образом чему это все приведет ребят я не знаю честно скажу честно не понимаю вот мы это все строим для кого строим хера узнать кому это все нужно будет если люди сегодня сегодня люди люди заботятся только о пище кого сюда привезут я не знаю вот строим мы эти огромные дома я сейчас уединился для того чтобы эту запись до записать такие бабки сюда вкладывают но кто будет работать недавно сказали китайцы приехали офигеть на хрена тогда мы русские недра китайскими руками будем выгребать а кому платить будем куда все увозить будем за границу и в итоге что опять мы в жопе не знаю какие-то странные у меня ощущения сегодня странное мировосприятие сегодня к чему идем не знаю честно не знаю но мне кажется вся эта ситуация она какой-нибудь задница приведет причем очень глобально вот сейчас где я работаю это место да где работают люди из ближнего зарубежья понимаете насколько я понимаю почему они работают они работают потому что они работники раз и потому что их кинуть легче это два потому что люди далеко они тут не смогут никакой не революции не разборки устроить фмс вызвал и все и трындец и вопросы все решили и они за воротами а наши 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 уже русские разучились работать совсем почему а потому что во первых работы нет а во вторых всякие учебные заведения типа учились уже полностью закрыты их уже нет молодое поколение им негде устроиться на работу те которые работают они не знаю получают либо нищенскую зарплату либо ждут ее по несколько месяцев зато включишь теле включишь ящику на все офигенно хорошо прямо классно прямо супер поэтому к чему приведет это задница я не знаю как развиваться